Часы с большим AMOLED-экраном и технологией Always On Display всегда на экране. Поддержкой более 120 видов тренировок, более 150 видов циферблатов, автоматическое измерение пульса, измерение СПО2 кислорода, мониторинг сна, поддержка фирменного нового приложения. Также данная модель имеет функцию Bluetooth-звонков, встроенный динамик и микрофон, время автономной работы до 10 дней и водонепроницаемость класса IP68. Как вы уже поняли, обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к новым смарт-часам под названием Xiaomi Masfit Pop 2. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в красочной коробке с тонкого картона с изображением смарт-часов. Название модели и основные характеристики, разумеется, на борту на коробке. Упаковано все обыкновенно, запаха химии нету. В комплекте мы имеем смарт-часы с ремешком, краткое руководство пользователя и зарядное устройство с четырьмя пинами. К сожалению. Заряжать в подвешенном состоянии можно. Pop 2 весят 59,4 грамма, а габариты 46 на 39 на 13,3 миллиметра. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок по ссылке в описании, мой личный телеграм-канал и телеграм-канал взаимопомощи. Там много всего полезного и интересного. Разумеется, поставить лайк ролику, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Все розыгрыши 30-го числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Xiaomi Masfit Pop 2 поставляется в двух расцветках. Это черная и розовая. Выглядят смарт-часы хорошо, как на мужской, так и на женской руке. Рама Pop 2 выполнена из металла с хромированным покрытием, а тыльная часть из матового пластика. Ремешок из силикона на 22 мм быстросъемный. По качеству он не плохой, но я бы советовал прикупить сразу более качественный ремешок. Застежка на нем классическая и из металла. Материалы смарт-часов хорошие, как и сборка, но корпус марки, а ремешок быстро загрязняется. По удобству во время носки смарт-часов претензий к ним особых нет. Часы практически не ощущаются, спать в них довольно комфортно, но запястье под ремешком слегка потеет. На корпусе расположили 4 контакта для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Далее есть одна физическая кнопка, которая выполнена из нержавеющей стали. Нажимается она хорошо, люфт есть, но небольшой. Кнопка выполняет функцию включения экрана, переход к меню и возврат к циферблату. С зажатием можно выключить устройство, переназначить команду нельзя, что фейл. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED дисплеем на 1,78 дюйма с разрешением 368 на 448 точек и слегка закругленными краями. Скроллинг не особо плавный, частота обновления экрана меньше 30 Гц однозначно. Перемещаться по интерфейсу смарт-часов в целом удобно, систему у меня за время тестирования не подвисала. Экран имеет неплохую цветопередачу, рамки не особо громадные, как и подбородок. Автояркости на борту нет. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, но запаса яркости тоже нет. Интерфейс доступен на английском языке, русского в стоке нету. Автовыключение экрана можно настроить максимум до 25 секунд. Always on display на борту с двумя стандартными стилями отображения. Он работает не постоянно, а 5, 10, 15 или 20 минут. Функция поднятия запястья для активации экрана срабатывает корректно, но не сказал бы, что прям быстро работает она по расписанию, но настроить само расписание возможности я не нашел. Накрыто ладонью для выключения экрана можно, но включить тапом нельзя экран. Установить пароль на смарт-часы также можно. С главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть режим не беспокоить, регулировка яркости, заряд аккумулятора в процентах, дата, включение-выключение Bluetooth звонков, режима передачи звука и так далее. Снизу вверх это стандартное уведомление, слева направо и наоборот – виджеты. Настроить порядок виджетов, как и меню, нельзя. В меню мы имеем набор номера, контакты, журнал вызовов, голосовой ассистент, который работает в паре с голосовым ассистентом на смартфоне, активность, измерение ЧСС, кислорода в крови, тренировки, Bluetooth-кнопка для удаленной фотосъемки, но только через фирменное приложение «Погода», мониторинг сна, музыкальный плеер, через который можно регулировать громкость и управлять музыкой, воспроизведенной на смартфоне, на часы не загрузить, и использовать смарт-часы для воспроизведения музыки, транслируемой со смартфона тоже можно. Далее есть будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, что удобно, таймер и секундомер, которые не работают в фоновом режиме. Дыхательные тренировки, поиск смартфона, женское здоровье, фонарик, уведомления и настройки. Компаса и калькулятора нет. В настройках помимо перечисленного можно выбрать стиль отображения меню, всего доступно два стиля, включить-выключить режим энергосбережения, настроить вибрацию, к слову, вибромотор нет опорный и в целом неплохой. Bluetooth здесь старой версии 5.2, подключить внешние Bluetooth-устройства возможности нет, спортивных режимов на борту более 100 штук. Режимы можно добавлять через приложение, но вот отслеживание плавания я не обнаружил, как и автоматическое определение активности. Напоминание о необходимости подвигаться или попить воды приходит. Встроенного GPS нет, пользоваться плеером во время тренировки нельзя. Шаги часы считают неплохо, погрешность небольшая, но есть. Звонить со смарт-часов, как вы уже поняли, можно, так как предоставлена функция Bluetooth-звонков. Принимать входящий вызов также можно, как и сбрасывать. Микрофон отрабатывает хорошо, сильно повышать голос для того, чтобы собеседник расслышал мою речь, не приходилось. Динамик достаточно громкий и звучание качественное, как для смарт-часов в этой ценовой категории. Заготовок для быстрых ответов на звонки нет, уведомления приходят моментально, иконки отображаются, а вот смайлики нет. Отвечать на уведомления нельзя. Далее, что касается мониторинга здоровья. Пульсометр работает в автоматическом режиме с периодичностью минимум 10 минут и в ручном режиме. Измерение уровня кислорода в крови работает вручную, автоизмерения нет. Мониторинга уровня стресса не завезли, пульсу воздуха часы не измеряют. На руке результаты измерения имеют небольшую погрешность, но в целом мониторинг корректный. Графики на самих часах мало информативны, результаты мониторинга сна на смарт-часах посмотреть можно. Сон мониторит хорошо, как и все фазы сна с коротким дневным сном. По мониторингу здоровья все довольно скудно, но то, что есть, работает неплохо. Емкость аккумулятора 270 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 10 минут, время автономной работы без включенного ООДа, но с автоматическим изменением пульса, блютуз с звонками и 100% яркости достигает 5 дней. По моим тестам это круто. С Always On Display они прожили двое суток. Водонепроницаемость IP68, можно в них плавать, но не в соленой воде. Я их потопил для вас, ничего с ними не произошло. Умные часы Xiaomi, Masfit Pop 2 работают в паре с новым приложением Zep Active. Приложение работает некорректно, по мне интерфейс максимально неудобный. Приложение переведено на русский, но перевод плохой. На главном экране в приложении мы имеем три вкладки. В первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок и последняя это профиль. На стартовой странице со смарт-часами мы видим заряд аккумулятора в процентах, вкладка настройка устройства, где можно обновить прошивку, но мне обновления еще не прилетали, изменить единицу измерения и формат времени, а также сбросить устройство до заводских настроек тоже можно. Далее есть магазин циферблатов, которых не особо большое количество, но есть возможность установить любую фотографию на заставку. Также в приложении можно воспользоваться стандартными настройками устройства. И на этом все. Теперь к самому главному. Минусы. Некорректная работа самих смарт-часов в приложении. Always On Display изредка глючит. Не на экране появляются белые пиксели. Нет встроенного GPS. Нет калькулятора. Нет компаса. Нет настроек для тренировок. Нет мониторинга уровня стресса. Нет автоматического измерения с PO2. Нет возможности подключать нагрудный датчик и Bluetooth устройство. К примеру, наушники. Система не плавна. Анимации по минимуму. Учитывая стоимость, минусов слишком много. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокод осмотрите в моем телеграм-канале, не забудьте подписаться на телегу скидок. Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто оставит любой комментарий больше пяти слов, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. За просмотр всем тоже огромное спасибо. Резюмирую. Умные часы Xiaomi Masfit Pop 2, как по мне, совсем не лучшие часы, которые можно приобрести за подобную стоимость. Куда выгоднее купить те же Masfit GTS 2 Mini 2022 года. Обзор уже есть на канале. Мои впечатления от Pop 2 не лучше, я ожидал совсем другого. Их советовать я могу, только если вам удастся купить данную модель нереально дешево. Во время каких-нибудь лютых сейлов. Так что от меня девайсу нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.